Миссия МВФ начала работу в Украине. Новость вроде бы долгожданная, но при этом тревожная. Ведь представители фонда не приехали бы, если бы у них не было понимания, что правительство все-таки согласится с требованиями кредиторов, в том числе и о цене газа для населения. На кону транш почти в 2 миллиарда долларов. Плюс к этому можно будет разблокировать финансирование от ЕС и Всемирного банка еще на полтора миллиарда. На звонки уже рассчитывают получить деньги до конца осени. Любопытно, что Украина сама платит МВФ, пока ждет решения по траншу. Вот только за этот год наше государство уже вернуло фонду почти 2 миллиарда долларов долга. И процентов по нему и еще планируют выплатить почти 600 миллионов долларов до нового года. Так что пока это похоже на перекладывание из одного кармана в другой, из украинского в западный и обратно. Итак, насколько же могут вырасти газовые цены? Посмотрите в нашей справке. То, чего так боялись простые украинцы и наши непростые политики, стало неизбежностью. Цена на газ будет повышаться. Вопрос только как и насколько на такой непопулярный политический и необходимый экономический шаг наши государственные мужи решились из-за непомерных долгов и после долгих переговоров с МВФ. Ведь на кону очередное долларовое вливание. Вообще постепенно повышать тарифы Украина обязалась еще в 2015. Очередной пересмотр расценок должен был произойти еще весной. В переговорах с фондом Украина безуспешно предлагала 8 компромиссных вариантов. Но договоренности достигли только сейчас. При этом условий стороны пока не разглашают. Но несколько вероятных формул озвучивают в СМИ. И по ним газ будет стоить от 8 до 10 тысяч гривен за тысячу кубов. А значит цифры в наших платежках изменятся на 30, а то и 50 процентов. При этом не МВФ единым. Причина высоких украинских тарифов не только международные рыночные реалии и обязательства, но и непомерные финансовые аппетиты отечественных игроков. Сьогодні монополистам есть нафтогаз, который на себя сконцентровал все, весь вход и пограбунок населения за рахунок космической цены за газ, который остается в их руках, потому что собеварность там 1,5 тысячи гривен, население продают по 7, предприятия по 9, там хотят поднимать до 11-15 тысяч гривен за тысячу кубов. Но это как бы пограбунок, потому что это космос, таких цен не имел ни где в мире. Тут работает принцип, что одному ярмо, другому выгода. Ведь чем выше тарифы, тем больше доход и премии работников нафтогаза. Уже с сентября НАК повысил газовые расценки для промышленности. До сих пор нет прозрачного формирования цены между теплоснабжающими компаниями и нафтогазом. А значит монополист сам устанавливает свои тарифы и штрафы. И при этом НАК фактически тормозит добычу собственного газа в стране. Нафтогаз Украины сегодня банкротит специально газовый добывание. И таким образом хотят за бесценок выкупить это предприятие, как это делалось в принципе за эти все 20 лет. Ведь пока все бизнес игры государственного монополиста исправно оплачиваются ежемесячно простыми людьми, которым уже этой осенью готовят новый тарифный удар.